Привет, мои хорошие, с вами Селена Ствейч, и-то я там в углу не доубирала, да? Ну да фиг с ним, там подушки набросаны. Просто сейчас я только приехала и начинаю снимать видосы для вас, и я на самом деле такая уставшая, я ещё нон-стоп просто не отдохнула, ничего, да, сыночка? Мы вот вместе решили снять. Хотела сказать, что я купила в Белоруссии, что я приобрела... Блин, забыла этот. Ладно, потом достану его, покажу. Ага, потом забуду, сейчас принесу. Во, чуть-чуть фон поправила. Так, поближе к вам сяду. И сына, да? Сына, что я показываю? Ну и смотрите, будете спрашивать, в инстаграме меня спрашивали, я не знаю, как здесь помада, которая на мне сейчас, это Диваж, в номере 3607. Меня спрашивали в инстаграм, когда я прямую трансляцию вела там в один из дней. И прежде чем сказать, что я купила в Белоруссии, я хотела сказать, что вот я приехала, и мне пришла моя долгожданная посылка, бельё. Девчонки, вы когда-нибудь покупали бельё онлайн? Вот я уже второй раз беру бельё онлайн, и мне везёт. Просто пришло, просто нереально шикарное бельё. Но это уже в следующую поездку к моему любимому. Просто офигенско. Пока оно новое, я хочу вам показать. Потому что, когда я буду показывать не новое бельё, это уже какой-то фетиш, да, получается. Покажу вам. В общем, смотрите. Вот такое синее бельё. Мне как блондинке тоже, да, отлично. Оно вообще тут не видно. Оно реально очень крутое. Оно офигенски держит грудь. Вот как я вам то показывала, вот это тоже замечательно. С небольшим пушапиком. Я вообще с пушапом люблю. Как вы вообще к пушапу относитесь? Здесь стразики миленькие. И вот сзади, вот так вот оно застёгивается. Здесь всё регулируется. Просто оно село, как маечка получается. Я не знаю, свет, да? Видите? И такие же трусики. Всё новое, видите, с бирочками всё. И такие же трусики, они такие прозрачные. И так идеально сидят. Причём я, наверное, взяла размер даже, по-моему, не М. АМ-ка. Просто я сейчас поправилась. Смотрите. И оно вместе вообще так идеально. Блин. Если бы меня не смотрели дети и родственники взрослые, я бы вообще одела бы его и тусовалась бы, показала вам. И вот такие ещё трусики пришли. Сина, ну это же мой блёк. Ну это же мой канал. Ты когда будешь свой вести, будешь ты рассказывать. Вот такие в сердечках. Они такие мягенькие. Я вообще не пойму, с чего они сделали. Но они очень мягенькие. Такие прям классные. С-очка размер. Да, у меня С-очка размер. А ну-ка. 84% нейлона. Короче, вот он такой вот мягенький. Мягенький, мягенький. Такой приятненький. Вот розовенькие сердечки. Это вообще, мне кажется, так мило. Такие вот по дому гоняются. Я люблю такие трусамбы. Вот. Но вот этот вот. Вот тот, который я вам показывала, мой любимый. Оценил бельё, которое я вам показывала до этого. А вот это бельё, это ещё ждёт его впереди. Короче. Вообще. Просто идеально сидит. Идеально. Я ссылочку на этот магазин оставлю вам под видео. И отдельно на свой комплект. Хотя могу отдельно не скидывать на комплект. Потому что там, в принципе, легко его найти. Он один из первых. Вот. Зацените, посмотрите. Классно. Короче, всё размер в размер. Вот у меня 75B. Вот я взяла 75B. И сел идеально. Вот кто не пробовал, попробуйте. В онлайн всё это. Так, ссылка внизу. Дальше мы пойдём. То, что я купила в Белоруссии. Я купила, на самом деле, много всего мелкому там. Потому что я зашла в детский магазин. Я просто не смогла удержаться. И такое ощущение, когда вот где-нибудь за границей. Такое ощущение, что всегда этого и в России нет. Всё. Вот оно есть только за границей. И в России этого нет. Поэтому надо всё сразу набрать. И я сразу, блин, набрала там на 5000. И что-то аж испугалась. Но уже назад не сдашь. В общем-то, короче, набрала. Сына покажем? А это, кстати, я здесь взяла. Да. В Белоруссии попозже. Вот что взяла. Давай, да я покажу. Какую я штуку для тебя взяла. Вот такую. Эта девочка в Инстаграме посоветовала. Что её маленькому очень понравилось. Она вся резиновенькая такая. Здесь у неё всякие штуки для как раз развития. Знаете, вот. В общем, там всё сделано. Сейчас я вам прочитаю даже. Для детей от 4 месяцев. Игрушка тренирует осязание, мелкую моторику и силу прикуса. Лёгкий, мягкий, безопасный материал игрушки. Японская, короче, штучка. Вот так она продаётся. Вот так она там была. Стоит она 400 рублей. Правда, дороговато. Но вроде он заценил. Он так хватает её, грызёт, орёт. Как всегда. Грызёт, орёт, насын. Грызи, ори. Нам понравилось. Потом для себя. Я говорю, для малого, для малого всего купила. Для себя что купила? Для себя купила вот такую вот штуку. В ортопедический зашла. Это как раз-таки на верхнюю часть спины. Вот так как рюкзачок. Она одевается и внизу застёгивается. Первый день мне было в ней очень тяжело. У меня прям очень устала спина. Но потом, вот я, например, выхожу из дома, я одеваю её и уже не чувствую. То есть мне классно. И реально спинка немножко отдыхает. Потому что нагрузка очень большая идёт, когда держишь малого, всё время нагибаешься. Короче, классная. И вот я не пожалела, что взяла чёрный. В общем, будет пачкаться, будет не так заметно. Так, всё, да, у меня микрофон, я уже проверяю. Теперь пошли к маленькому. Мы взяли колготки. В инстаграме вы, может быть, видели. У него колготки с акулой. Это там присылали из Белоруссии. И мы зашли туда, купили. Вот это на вырос немножечко. Это уже у нас на какой? На 80-86. А те на 74. Ну, они чуть-чуть большеватые, но прям вот чуть-чуть, и он будет впритык. Здесь у нас тигра. А там акула. Вот такие полосатые колготки. Ой, смотрите, носочки какие здесь. Ай, зелёные. Короче, вообще, они стильнячие такие, классные, мне нравятся. Это мы взяли из Белоруссии. Дальше. Взяла вот такую штуку. Кто пробовал, расскажите, девчонки, у кого такие штуки есть. Сюда, в общем, открываешь. Она открывается? Не, она запечатанная у меня ещё. Ой, ну это целое дело будет распечатывать сейчас. В общем, вы поняли, да? Открывается вот эта штучка, засовывается. Ну, тихо, сын. Засовывается бананка, яблочко, виноградик. И даётся маленькому. И он грызёт. И он грызёт, и ему нравится, чтобы ещё там у него лишний пал. 6 месяцев плюс. Ну, я уже взяла, она выросла. И скажите мне, кто пробовал такое? Как вам? Что вам? И что вы ещё туда засовывали? Мне интересно. Из еды ему. Потом я взяла вот такую вот ему тарелочку уже. Она закрывается с ложечкой. Поэтому мы уже будем давать ему прикорм. Нам сказали, кашки можно давать. Мы взяли кашки Хайнс. Мама гречневую взяла. Вот будем делать кашечку. Да? Сыночка только у нас чуть-чуть выздоровеет. Мы чуть простыли с поездки. Кашель у нас. Ну, вот выздоровеет чуть-чуть. И начнём тогда прикорм. Дальше я взяла... Кстати, ну и всё. Это, в принципе, вот последняя. А, нет, ещё. Ещё вот взяла. Ещё вот взяла. Ой, короче, взяла вот такие вот многоразовые трусики. Я о них слышала где-то, что типа они прикольные. И мне на самом деле нужен ваш совет вообще. Кто пользовался такими вот трусиками, в чём их плюсы, в чём минусы. Потому что, вот смотрите, у меня два вида, да? Одни у меня вот такие вот трусики. Вот они, на липучечке здесь. Здесь идёт вот такая вот вставочка. Да? Вот эти, кстати, дышащие. Дышащие. Здесь идёт вот такая вставочка. Сюда, ну, прокладочка сменная, которая стирается, потом вставляется. Здесь трусики, они не такие дышащие, но они скорее плавательные у нас. До 9 килограмм. Вот такие вот тоже. Здесь они не дышащие, и здесь нет уже куда вставлять такую штуку, если только просто ложить. И также к ним идут вот такие многоразовые штучки. Вот они двух цветов. Вот такие, 4 штуки. И они вставляются. То есть, вот, например, вот этот вставляется вот сюда, да? Вот. Вот так вот. Только у меня вопрос. Ну, например, сходил ребёнок, да? Он же вот эту штуку тоже испачкает. И как? Всё равно стирать смысл в этой подкладке, я вообще тогда не понимаю. Да? Вот тут ещё другое дело, что, ладно, вот здесь, например, можно. Но оно не дышащее, вот это вот не кайф. Короче, я сначала беру, потом думаю, смотрю, да? Это я такая. То есть, здесь вот так можно положить и сделать. Ну, тогда выкинул-то это, и всё. А это, в принципе, высохнет за 2 минуты, потому что это какая-то почти как клеёнка, что ли. Ну, эти плавательные трусики, в них плавать. А вот эти не плавательные, и как тогда? Я бы в карман тогда не клала бы эту штуку, а просто сверху вот так ложила, одевала бы. В общем, я буду пробовать, расскажу вам. Ну, это, знаете, я не знаю, как бы. Сейчас памперсы такие модные делают. Не знаю, взяла бы пробовать просто. Ещё там хорошо написано, что, типа, благодаря им приучаешь ребёнка к горшку. То есть, он будет чувствовать дискомфорт и будет проситься на горшок. Ну, вот, может быть, попозже мы попробуем. И у кого такие трусики есть, кто пользовался, пожалуйста, расскажите, как и что, что вам понравится. Ещё купила вот такие ручки. Не знаю, я тоже, наверное, на них конкурс сделаю. Или нет, я уже и купила там ещё ручки. Такая розовенькая, с такой штучкой симпатичной. И вот такая вот ручка. С такой вот собачкой. Не собачка, а медвежонка. Или кто это? Сидит, короче. Вот такие ручки. У них, представляете, даже вот здесь колпачок какой-то, видите? Какой-то маленький. Ну всё, сына, ты уже эту штуку... Ну что? Вперёд прям вот так. Ну и эту штуку вот так размазывается. Всё, покупки мои закончились. И что вам понравилось, есть какие-то комментарии, я жду внизу. Обязательно зайду и посмотрю комментарии. Как только выберу время, я просмотрю все комментарии. И отвечу на вопросы, если какие-то есть. И... Сына, что ещё мама забыла сказать? Сына! Слышали, мама сказала. Сына, в глаз не тычит этой штука себе. В общем-то... А, и хочу напоминать, ещё с нескольких видео подряд напомню, что я начала вести прямые эфиры в инстаграм. И... Welcome в инстаграм, подписывайтесь, и будем общаться уже онлайн. Сына, пока, я с вами прощаюсь. Пока. Сына, тебя не прикричит, блин. Сына, тебя не прикричит, блин. Пока. Пока.